Продолжение следует... Пока они все готовят, я хотел бы... Знаете, есть много в церкви разведенных людей, и Господь ненавидит развод. Но знаете, почему Он его так ненавидит? Потому что Он сам разведен. В Иеремии 3 говорится, что Он Израилю дал разводное письмо. Была ли это Его вина? И Вы можете быть самым идеальным супругом и все-таки проходить через Него. Но нет идеальных супругов и супруг, и это не случится никогда. Но даже если Вы прошли через эту печальную ситуацию, и даже если это была Ваша вина, существует благодать и прощение, и Вы можете начать все сначала. И также искупление великое тем, что когда Он пришел искупить человечество, не просто чтобы вернуть нас к тому, что было у Адама. Он родил новое творение, которое имеет великий, более высокий потенциал, чтобы быть членами Его семьи, Его сыновьями и дочерьми. И Он может все повернуть нам во благо. Но мы не хотим продолжать делать это. Нам нужно все изменить. И если Вы впадаете в такие бессмысленные заблуждения, в эти доводы, то это ужасная высокая цена. И кто платит самую высокую цену, так это наши дети. Нам нужно повернуть это течение вспять. И давайте почитать наших отцов. Не говорится, почитайте хороших отцов. Не говорится, совершенных отцов. Говорится, почитайте просто отцов. Мы хотим это делать. Но мы также хотим быть и самыми лучшими отцами. И это была сильная презентация. И сегодня у нас Джим Уизли. Он является одним из старцев нашей поместной церкви, то есть одним из основателей нашей церкви. Он также наблюдает за нашей военной комнатой и за командами, которые истолковывают сны и видения, и то, что приходит. У него сильный пророческий дар. Господь показывает ему многие вещи, и он кое-что получил до конференции, что, я думаю, подходит к этой конференции. Я просто дам тебе рассказать. Спасибо, Рик. Да, я верю, Господь показал мне сон несколько дней назад, 10 марта, для этой конференции специально. Я поговорю минут 10 об этом и помолюсь секунд 30. Господь, я прошу Тебя. Ну, прежде всего, я благодарю Тебя. Эта конференция была уникальной. И я чувствую, что она еще не закончилась. И я молюсь, чтобы в следующие 10 минут то, что Ты дал мне, вышло из меня и подняло нашу веру, нашу веру в обедование, которое есть у Тебя для нас, и в котором мы должны ходить. Во имя Иисуса. Аминь. И как я сказал, 10 марта, Господь дал мне сон, в котором, я верю, я видел мантию наших отцов. Давайте я вам кратко расскажу этот сон. Я ехал домой к своему отцу, чтобы провести время с Господом в уединении. И как я думал, я буду один в этом месте. Но как только я вошел, я оказался в огромной комнате. И я заметил, что дом стоял на холме и выглядывал на долины. И вся сторона одного дома была либо вся сделана из стекла, либо открыта на улицу, одной из двух. Но был невероятный вид из этого дома. Большая комната была украшена и обустроена в стиле ранних десятилетий. Что-то было сделано из дерева и украшено в стиле прошлых десятилетий в нашей стране, я бы сказал. И я заметил большого белоголового орла на дереве, на улице. И я знал, что этот орел был отцом орлом. И прямо передо мной, я сначала не заметил ее, появилась огромная мантия. Она была похожа на обшивку камина. Она была огромной, поношенной, но она была также богатой, с насыщенными цветами и темными пятнами. И вдруг я вижу, что там находится огромное орлиное гнездо, прямо внутри этой мантии. И трое молодых орлят смотрят прямо на меня. Я же просто вне себя. Я фотографирую, стараясь запечатлеть все, что вижу. Затем я замечаю фигуру мужчины, который стоит в стороне и наблюдает, наблюдает за мной и смотрит на мою реакцию на все это. И я знаю, что этот человек тоже отец. Затем я ухожу оттуда и иду в спальню своего отца, где я думаю, что останусь. Я думаю, что я один. А мой отец, мой земной отец, до сих пор там. И я говорю, «Отец, это чудесно! Почему ты ничего не сказал мне ни об этой мантии, ни об орлах?» И он ничего не ответил мне. Он быстро собрал свои вещи и ушел. Он уходил. И это был мой сон вкратце. Я сейчас скажу, что, как мне кажется, он означает. И почему он так значен для нас. Я верю, что видел мантию наших отцов, наших духовных отцов прошлых лет, которая сберегалась и защищалась для нас. И она не была утеряна. Это до сих пор часть небес, которую они хотят установить на земле. Это то, что они впервые открыли и принесли на землю. Она до сих пор здесь. Также она была поношена и в пятнах. Это напомнило мне о Господе. Она была похожа на крест. Это был так же и крест, который нужно нести нам. И так же, как и Господь понес на Себе оскорбления и поношения, как и наши отцы, которые претерпели унижение и поношение, о чем мы и слышали. Но она также является нашим наследием. Потому что в естественном мире, когда вы идете в гости к отцу, то его дом является частью вашего дома. Эта мантия — наше наследие. И так же, как и наследство, она предназначена для следующего поколения. Она для нас сейчас, но также и для следующего поколения после нас. И я думаю, почему мой отец уходил оттуда, потому что он ждал, когда я туда приду. Когда я приду и увижу то, что должен был увидеть, и оценю это, и взгляну на нее, и осознаю, что это мантия там, что это пророческая мантия там, которая, как я верю, нужна, чтобы нам стать отцами для нового поколения, чтобы помочь нам стать отцами, чтобы помочь стать пророческими отцами нового поколения пророческой молодежи. И я верю, что она дана именно для этого. И я верю, что это частично ответ на то, с чем с нами делился Фрэнк. И если вы заметили, когда Ричард говорил об Орле, многие истории были о детях, о молодежи, об их вере, о том, как Господь касался их и исцелял, как один из них, который так сильно заикался и чьей жизни коснулся Бог и изменил ее навсегда. И как он стал пастором. Я думаю, что эта мантия здесь, что она сохранилась, чтобы мы понесли ее, понесли на себе и взяли ее. Мы должны уже жить в том доме, в том месте видений. И мы должны стать отцами для нашего поколения. Говоря более определенно, этот сон был для Америки. Он для нашей страны. Белоголовые орлы символизируют Америку. Они же живут в Северной Америке. Они больше нигде не живут. Они живут здесь. Мы взывали о пробуждении в нашей стране, так же, как и многие другие. Мы видим, как многое происходит по всему миру. Это для нашего времени. Это для нас. Это для Американской Церкви. Это для нашей страны и нашей земли. Я верю, что даже дата, которую мне дал Господь, символична. И я думаю, что это Ефесянам 3.10, потому что я получил это 10 марта. Начиная с 8 стиха. Здесь Павел сказал, он сказал, «Мне дана благодать сия, благовестовать язычникам, неисследимое богатство Христово». И стих 10 говорит, «Дабы ныне соделалась известная через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Я верю, что это наше время принести что-то на землю, принести свет. Сиямантия — это благодать Божия, чтобы принести свет и благовестовать Его Царство, как на небесах, в наше время, на земле. Аминь. Аминь. Это было великолепное слово. Великолепный сон. Правильно, это был сон? Это потрясающий сон. И я думаю, что это на самом деле ключ для нас. И то, чему посвятил себя «Пол Кейт». То есть, предоставление точного видения того, что возможно для нас, людей. И это было поразительно, то, что говорил Фрэнк. Фрэнк, это была невероятная презентация. И, честно говоря, для меня это является точной картиной того, что происходит, когда среди людей нет откровения о сверхъестественной жизни. Писание говорит, что народ гибнет за недостаток видения. По-другому это может быть переведено так. Где нет видения, люди сбрасывают с себя все ограничения. И из-за того, что мы потеряли свидетельство мужчин и женщин, живших невероятно жертвенной жизнью в то время, живших самой сверхъестественной жизнью, у которых было великое видение служить в силе, служить людям и демонстрировать Царство Божье. Так как мы потеряли их свидетельства из-за обвинений, из-за лжи, из-за подстав. И дьявол украл их свидетельства в то время. А в результате мы упали. Мы потеряли свое видение. И как общество, мы стали сбрасывать с себя все ограничения. Мы стали передвигать те древние межи, о которых говорил Бобби Коннорс. Мы отошли от всех вещей. Отошли от того, что было установлено в нашем обществе, чтобы охранять и защищать нас. И мы это сделали, потому что у нас не было видения, потому что наше видение было украдено. Когда свидетельство тех мужчин и женщин было украдено, когда их свидетельство было потеряно, наше откровение, наше видение умерло. И я верю, Джим видел именно это. В доме нашего отца есть возможность, есть сюрприз, есть мантия, которая доступна для нас. Есть сила. Предоставлено что-то, в чем мы можем ходить, что превыше всего, о чем мы можем помышлять. Об этом говорится в Ефесянам 3. Есть там что-то такое доступное, в чем вы и я можем ходить. Мы можем двигаться в силе и в сверхъестественном. Есть возможность двигаться в духовной власти превыше всего, о чем мы помышляли и о чем мы верили. И когда мы теряем это видение, мы начинаем впадать в то, что затронет нашу душу и излечит нашу душу. Писание говорит, что сытая душа ненавидит мед. Извините, Писание говорит, что сытая душа ненавидит мед, а голодная душа и горькая сладка. И сейчас в Америке у нас у всех изголодались души, потому что у нас нет этой удивительной, сверхъестественной, божественной жизни, которая есть для нас у Бога. Я проповедую хору. У вас есть видение, друзья, вы поэтому здесь. Но как же насчет наших детей? Они впадают в экстрим из-за всего. И у Бога есть для них возможность стать экстремалами в экстремальном христианстве. Но они потеряли видение для этого, потому что свидетельство было украдено у этого поколения. Я был поражен. Вы меня должны простить. Есть что-то, с чем я борюсь последние три недели. И это касается... Я не все могу даже описать, но... Это касается восстановления ведения, ведения того, что нам доступно. И я верю, я верю, что я чувствовал ту боль, которую чувствовал Иисус, когда Он плакал над Иерусалимом, когда Он сказал, «Ты не узнал время посещения Своего». И я вам скажу, мы сейчас на пороге того, когда Бог хочет посетить Америку. И вчера мы говорили об этом, о том, что Отец знает лучше. И я посмотрел, это было на дисках DVD-регион-1. Это США и ее территории. Этого больше нет нигде в мире. Я верю, что это наше время. Я верю, что наше время пришло в этом году, в эту пору. Появляется новое ведение, вновь появляется что-то возможное, что-то доступное для нас. Стих, о котором Пол делился вчера, был таким сильным, из Евреев 13 главы. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Нам нужно слышать истории их веры. Нам нужно слышать истории их веры. Нам нужно бороться за это. Нам нужно слышать об этом и знать, что они не для избранных, а для всех тех, кто поверит. Они были предшественниками, чтобы дать нам веру, которой нужно подражать. И эта вера должна появиться в наших сердцах. Но невозможно иметь веру в то, что ты критикуешь. Невозможно критиковать и подчиняться чему-то одновременно. Это невозможно. Я думал о том, что же мы делали как общество. Иисус, помоги мне. Помоги нам. Я не пытаюсь навеять нас в какую-то странную эмоциональную атмосферу. Нам нужно не это. Нам нужно восстановление ведения. Нам нужно восстановление надежды. Восстановление этой веры, которая приведет нас к тому, что видел Джим. Приведет нас к этой мантии. И в этом сне это была огромная мантия, как облицовка на камине. Это была тяжелая мантия. И что он видел? Он видел ту горизонтальную часть. И это та часть креста, которая ничего общего не имеет с нашим правильным положением перед Богом. Это не вертикальная часть креста. Вертикальная часть креста это та, которая примиряет нас с Богом. А Джим видел крест верующего, видел ту горизонтальную часть, ту, которую мы несем не ради себя, но ради других. И когда есть сведение чего-то драматического, когда есть сведение того, что замечательного делает Бог, когда есть сведение чего-то более высокого и великого, как тот большой зал, введение чего-то великого, то мы пройдем через все, лишь бы прийти туда. У нас нет проблем моральности, у нас проблемы с ведением. Мы потеряли введение возможного для нас. Дни 10 назад Рик дал мне задание исследовать историю одного человека с нашего региона, который основал здесь церковь. И я расскажу часть моей истории и его истории, потому что я верю, что она точно показывает нас как церковь и как нам выйти из этого. Я вырос в Шарлотте и, будучи маленьким, когда я был еще маленьким, у меня был огромный голод по Богу. Я не знаю, как это описать. Я слышал, как кто-то звал меня ночью, не знал, кто меня звал. И в пять лет я так стал жаждать Бога, что стал проводить время в молитве. И в семь лет я проводил время в молитве. Начал преподавать уроки Библии, когда мне было восемь лет. И первое, о чем я учил, это были чудеса Иисуса. Я об этом ничего не знал, но я был пленен сверхъестественным. Я был пленен этим и жаждал присутствия Божьего. И немного позже я был глубоко разочарован, потому что не происходило ничего сверхъестественного. У меня был этот голод, эта духовная жажда и страсть по Богу, но ничего не могло привести меня к этому. Не было ведения для этого. И пока не было ведения для этого, меня покинула всякая надежда. Я сбросил ограничения и стал вести себя как очень злой человек снаружи. Когда мне было 20, да, где-то так, 20 лет, я учился в университете. Пастор новой церкви начал проповедовать о сверхъестественном. Это была баптистская церковь. Этот человек заявил, что 1986 год будет годом чудес нашей церкви. Они начали молиться за больных. Они не знали, что делали, но они следовали Богу. Моя мама вышла вперед, чтобы попросить помолиться за свою подругу. У нее была врожденная болезнь спины, которая была неизлечимой. Она идет вниз и просит помолиться еще за кого-то. И они подходят к ней, чтобы помолиться за этого другого человека, и когда они возлагают на нее руки, Господь исцеляет спину этой женщины. Она две недели никому не говорила, она не знала, что делать. Несколько недель спустя я встретил одного парня. На его жизни было что-то сверхъестественное. И я в своем молодом высокомерии подошел к нему, чтобы подбодрить его и сказать, что он хорошо постарался и помог нам. А он схватил меня. Он был лидером в Атаге мотоциклистов, довольно-таки грубый парень. И он схватил меня, когда я благословлял его, говорил, какую замечательную работу он сделал. Этот парень хватает и обнимает меня и начинает говорить мне, как он сильно любит меня. Меня это обессилело. Меня это так сильно расстроило, и я подумал, что есть у этого парня? Что с ним произошло, что изменило его жизнь? Потом я взял и прочитал его книгу, где он говорит о крещении Духом Святым. Я стал взывать к Богу. Вскоре после этого я был крещен Духом Святым моментально и начал переживать сверхъестественные вещи. Я и несколько моих друзей моментально превратились из парней, которые старались изо всех сил, чтобы не спать со своими подружками. Да, я страдал от этого. Скажу вам, 12 января 1986 года я старался всей своей человеческой энергией ходить с Богом своим человеческим усилием, и большинство этого было противостояние греху. Как стараться не грешить, чтобы Бог мог быть мной доволен? И вся моя энергия, все мои усилия уходили на это, чтобы не быть хищниками, как говорил Фрэнк. Но, слава Богу, Господь дал нам благодать, и мы не спали вместе. Но вся моя энергия уходила на это. И 13 января 1986 года меня наполнил Дух Святой, и это перестало быть проблемой, раз и навсегда. Теперь у меня было видение о силе Божьей и о том, что Он творит сверхъестественное. И теперь я стал поглощен Богом, поглощен сверхъестественным, поглощен служением другим людям. Я также пережил необычные преследования в некоторых сферах. И так как меня любили за то, что я был злым, так как, вы знаете, есть царские люди, которые любят тебя за то, что ты злой, я начал испытывать притеснения, потому что теперь я верил, что сверхъестественное было возможным. Но мне было все равно. Мне уже было все равно. И мы начали крайним образом отдавать себя Богу, потому что у нас было видение. И видение провело нас через борьбу, которую мы проходили. И о чем я переживал, когда был молодым человеком, так это о том, что когда я читал истории Толсо, и слышал все эти удивительные истории о мужьях Божьих, я начал читать и изучать таких, как Джон Лейк, Джон Александр Дауэ. Я читал о них и думал, «Бог, ну почему? Почему я родился в засушливом месте, где ничего подобного не происходит? Я ощущаю себя сиротой, в том смысле, что у меня есть эта страсть, но ничего подобного никогда не происходило в моем городе». Это не должно было волновать меня, но оно меня волновало. Потому что если говорить обо мне, то я ощущал, будто находился в том месте, на котором нет судьбы. И потом я узнал, что был один человек, который основал здесь церковь, и родил пробуждение, и начал узнавать истории об этом человеке, и его звали Альфред Гарр. И я начал, когда Рик попросил меня это сделать, просто написать, он попросил меня просто написать статью об этом человеке, и я стал изучать и находить о нем все, что мог. Я начал опрашивать людей, которые попали под его влияние. И пока я это делал, мне снится сон. В этом сне я хожу вокруг дома, и я то внутри дома, то снаружи, то опять внутри. Вы знаете, как это бывает обычно во сне. И когда я хожу вокруг, в этом доме я увидел самый большой камин, который мне когда-либо приходилось видеть. Он был размером от этой колонны до этого. Он был огромен. И там была эта огромная встроенная обшивка, или мантия поперек этого камина. И я хожу такой удивленным всем этим, а это центр комнаты. И я подхожу к ней, вытирая об нее руки, трогаю ее. И у меня было такое чувство, что это дом Альфреда Гарра. И я подумал, что же это такое? Что же это такое? Я был на собрании пасторов вскоре после этого. И один из них на самом деле служил в церкви, которую основал этот мужчина. Он был тогда очень молодым в то время. Был музыкантом. И он был в том доме. Я начал описывать его, и все сидели в молчании. И он сказал, ты был там. Он сказал, это был не сон. Ты в точности описал этот дом. Он на самом деле существует. Там до сих пор живут. И на том камине лежит преогромнейшая мантия, которую ты когда-либо видел. Я подумал, это невероятно. Я спросил своего друга, что бы это значило? Я обучал этого парня пророческому истолкованию. Он мне сказал, Стив, «Как ты не знаешь, что бы это значило?» Я говорю, я не знаю, что значит этот камин и все остальное. Он сказал мне, Стив, ты прикасался к его мантии. Я подумал, «А, точно, да!» Не обязательно быть таким умным, чтобы пророчествовать. Только нужно, чтобы правильные люди ударили тебя столько, сколько нужно, чтобы привлечь твое внимание. И так я касался его мантии, и это было путем изучения его жизни. И я расскажу о его жизни и сделаю это быстро, потому что, я верю, есть причина, почему нам нужно это сделать. Альфред Гарр родился в 1874 году. И у него была эта огромная, огромная духовная жажда. В его семье не было религиозных людей. Тем не менее, у него был духовный голод. Он уходил и молился, будучи ребенком. Его семья спрашивала, «Что ты делаешь?» Он говорил, «Я ищу Бога». Это была его фраза. В 5-6 лет он говорил, «Я ищу Бога». Есть что-то доступное в Боге, и мне это нужно. И они смотрят на него и спрашивают, «Что он делает?» У нас есть свидетельство, как его семья писала другой. Они использовали ругательные слова. Они писали, «У нас живет такой-то и такой-то религиозный дурак». Его семья была удивлена. И он начал ходить от одной церкви к другой, спрашивая, «Как мне получить то, что я чувствую, возможно, в Боге?» Он сказал, что отвечал на один призыв к покаянию в каждой церкви. И при каждом призыве ему предлагали стать членом этой церкви. Он сказал, «Он стал членом этой церкви, не нашел, что хотел. Пошел в другие собрания». И его там спросили, «Ты член церкви?» Он сказал, «Да». Его спросили, «Когда ты им стал?» Он сказал, «Только недавно». Его спросили, «Тебя что, выгнали оттуда?» Он сказал, «Нет». Они его спросили, «Тогда, почему ты сюда пришел?» Он сказал, «Потому что я не нашел того, что искал». И ему начинали объяснять, «Нет, тебе нужно успокоиться, все понять». И он не мог этого понять. И он продолжал, продолжал, продолжал искать. Наконец, он стал настолько пропитан религиозным учением, «Ну, это естественно, что ты грешишь, и кровь омывает тебя каждый день, когда ты грешишь». И они взяли то видение, которое Бог вложил в его сердце, видение чего-то удивительного, сверхъестественного и личного, и они расщепили его и систематизировали, и привели его к наименьшему общему знаменателю нашей веры. Прощение грехов и уход на небо, и ничего более. И он продолжал, и продолжал, он сталкивался с трудностями, будучи молодым, и стал, в конце концов, номинальным христианином, боролся, боролся и боролся. Он наткнулся на одного проповедника, когда работал на железной дороге. И этот человек начал говорить о посвященной жизни, о том, что было возможно в Боге. Он наткнулся на людей в движении святости. Он был так поражен этим. Все, кто окружал его, насмехались над этими людьми, но он сказал, «Нет, в этом что-то есть». И он стал искать этой освященной жизни, и искать, и искать, и искать. У него была драматичная встреча с Богом, когда Господь сказал ему, «Ты отстаешь, тебе нужно догнать их». И вот он идет и присоединяется к радикальной группе в Чикаго. Она называлась «Горящий куст». Группа молодых людей руководила ими. Они искали Бога и верили, что Бог хочет сильно двигаться в нашем обществе в конце 1800-х, начале 1900-х годов. И вот что они делали. Они были такими радикальными, что публично предложили в газетах Чикаго так называемый «вызов пробуждению». И вот каким было их притязание. Они предложили в газетах Чикаго, они сказали, «Мы бросаем вызов любому пастору церкви дать нам или доказать нам, что пробуждение не может случиться в их церкви. И мы сделаем вот что. Мы выдвинем пари в тысячу долларов. Если вы позволите одному из наших евангелистов прийти к вам в церковь и провести две недели собраний, если пробуждение не начнется у вас, то тысяча долларов в ваши». Кто-то из вас, наверное, думает, «Что за азартная игра?» Давайте чем-то рискнем, чтобы что-то начало двигаться. И они напечатали об этом в газете. В этой статье звучал очень сильный упрек церкви, которая имела вид благочестия, но отреклась его силой. И вот, в конце концов, пастор одной церкви решил, что он их на этом испытает. И все газеты писали об этом. Это была сенсация. В 1901 году в Чикаго. Епископ той церкви, куда пастор разрешил пригласить их, отверг предложение пасторам и сказал, «Нет, мы не пустим этих людей». И когда об этом стало известно, газеты стали смеяться над епископом, что у него не хватает веры. И они, им теперь нужно было все изменить. Они смягчились из-за общественной критики и пригласили тех парней. И будьте уверены, через две недели там вспыхнуло пробуждение. Спасались профессиональные азартные игроки, спасались алкоголики. Вспыхнуло радикальное пробуждение. Вот что сделали эти парни. Они были просто радикальными. В поле собрания Агар стал ездить на работу с ними. И они были выдающимися людьми. Они жили такой жертвенной жизнью. Но вот что начало происходить. Они были такими страстными в своей вере, что к ним пришло законничество. И сектантский дух пришел к ним. И когда это произошло, когда это произошло, они стали давать определение святости. Они стали говорить, «Ты не святой, если не делаешь то-то и то-то». Они начали отделять себя от тех, кто на самом деле привел их к этим переживаниям. Они отвергли тех, кто был их отцами, и изолировали себя. Они стали использовать свои списки адресов, потому что их движение стало национальным. И они стали сурово критиковать служителей, говорить невероятные вещи о тех, кто вел их раньше, когда они были молодыми. И при непочтении своих отцов у них был определенный успех. Но они приговаривали себя к недолгой жизни на земле, потому что они отказались почитать своих отцов. Альфред был также частью этого движения. Он успешно насаждал церкви, но вместе с этим радикальным настроением внутри него начало появляться также что-то сектантское. И эти парни были резкими. Они критиковали всех подряд. И таким образом в этом движении можно увидеть хорошее, плохое и безобразное. И у них была церковь на Западе. И наставник Альфреда в этом движении был пастором церкви в Лос-Анджелесе в 1905 году. И у него начались трудности. Были разные проблемы. И лидеры того движения, «Горящий куст», попросили его поехать туда и разобраться с этой проблемой, утвердить церкви, потому что Альфред являлся одним из национальных лидеров. И там происходило то, что эта церковь боролась с другим движением, с одной группой в Лос-Анджелесе, которая называлась «Огненные столпы». «Горящий куст» и «Огненные столпы» работали вместе какое-то время. Но лидер «Огненных столпов» начал обвинять «Горящие кусты» в духе контроля. И это было правдой. И в свете этих событий в 1906 году Альфред и с женой попросили поехать туда и решить эту проблему. Альфред едет. Они согласились, хоть и не были до конца уверены, что должны были, но они подчинились лидерам и поехали. И когда они туда приехали, они увидели, что все было в не очень хорошем состоянии. И что же он делает? Он увольняет своего наставника, который был пастором той церкви, потому что чувствует, что тот потерял контроль над своей церковью. Он уволил его и стал сам проводить собрание. И он начал перестраивать церковь. А 60% церкви ушло и присоединились в движение огненной столпы. И вот он делает это. И у него происходит много хорошего. Он послал письмо своему руководству о своем наставнике. На самом деле, он посылал личное письмо. Но те люди, с их взглядом на то, как они должны были помогать людям, разрушая их репутацию, они опубликовали его письмо и разослали его по всему национальному движению. Вот к чему пришли эти парни. Все еще имея радикальную веру, но это тектантский взгляд. В этой обстановке Альфред берет на себя руководство церковью в Лос-Анджелесе, общину «Горящий куст», и не просто пытается подтянуть то, что есть, но покупает большое здание, проводит собрания. И Бог является, люди спасаются. Но он сказал, что чувствовал, что на этих собраниях не было того же огня, который сопровождал его, когда он проводил их в других местах. Он приехал в Лос-Анджелес в то же время, когда туда приехал другой человек, которого звали Уильям Симур. И вот здесь Гар, который только взял на себя руководство церковью, уволил своего наставника. И вот здесь же Уильям Симур, с которым ужасно обращались из-за государственного расизма, и он приехал, неся почтение, обеспеченное для него, хотя он тоже был продуктом этого. И приезжает Симур. Гар – это выдающийся национальный лидер движения святости. И навряд ли кто-то знает Уильяма Симура. У Симура был этот невероятный голод по Богу, а Гар строит церковь, вкладывает туда всю свою энергию. У Симура же очень маленькое здание, и огонь спадает на Азуза-стрит. Их здания были в расстоянии двух миль друг от друга. Альфред Гар начинает вспоминать все, что у него было в юности. Эту веру, что что-то потрясающее возможно. Эту веру в сверхъестественную жизнь, в силу, в которой ты можешь ходить с Богом, в которой ты можешь на самом деле знать Его. И он начинает ходить на Азуза-стрит. Миссия Азуза-стрит началась, но порабождение на Азуза-стрит еще не началось. Но мы знаем об излиянии силы, о крещении Святым Духом. Но я думаю, что мы во многих случаях не понимаем, что когда начинается что-то подобное, оно начинается с очень малого. И вот что происходит. Альфред Гар начинает ходить туда. Там собирается от десяти, иногда до двадцати человек. Мы получили эти сведения от других людей из истории. И Гар идет туда, и он настолько поражен с Симуром, его страстью, его жаждой и духом, в котором он ходит. Гар начинает проводить больше времени на Азуза-стрит или в своей церкви, ища Господа. Один раз к нему приходят люди на собрание, и он, вместо того, чтобы быть на месте, где сидит тысяча человек, и в церкви у него было около шеста человек, он стоит на ступенях впереди и говорит, «Я знаю, что вы все пришли сегодня на собрание, но у нас нет силы Божьей». Он сказал, «Вы пришли сюда, потому что хотите силы Божьей, но у нас ее нет. У нас есть хорошее учение и еще кое-какие вещи, но сила Божья там, в миссии на Азуза-стрит, так что мы закрываем двери и идем все сегодня туда». И он ведет своих людей на Азуза-стрит. И он продолжает искать, искать, искать и взывать Господу. его жена, он уволил своего наставника, потому что подумал, что тот потерял контроль над своей женой. Она критиковала его и много другого делала. Теперь же, теперь же, жена Альфреда угрожает покинуть его, потому что думает, что он стал неуравновешенным. Она пакует свои вещи и собирается бросить его, потому что лидеры горящего куста были очень недовольны, что он так поступает. они его послали, чтобы спасти их движение в том городе, а он закрывает двери и тащит людей куда-то в другое место. Его жена угрожает уйти, пакует вещи. Он говорит, «Сделай вот что. Перед тем, как уйдешь, пошли сходим со мной на собрание». Ты даже на нем ни разу не была. И она соглашается. Она идет на собрание и сидит там, уже немного успокоившаяся. У нее была ужасная точка зрения о том, какие эти собрания на самом деле. Но теперь она соглашается идти. И она сказала, что оно напомнило ей о движении святости и о собрании святости, на которое они раньше ходили. Она садится, расслабляется, и пока идет это собрание, хотя Альфред просил Бога о крещении Духом Святым, об этой встрече с Богом, о возможности, к которой он верит. Его жена, сидящая на собрании, вдруг получает крещение Духом Святым, когда никто за нее не молится, и она даже об этом не просила. Он смущен. Он проходит через то же, через что и мы. «Подожди, это же я был здесь. Я искал, я молился». Его жена осталась. Он начинает взывать к Богу, и Бог начинает с ним работать. И Господь говорит ему, «Я не крещу тебя Духом Святым, пока ты не уладишь отношения со своим наставником». Он говорит, «Тебе нужно вернуться и почтить того человека, который является твоим духовным отцом». И Альфред садится на велосипед и едет домой к Шефферду. Его звали Шефферд. Он говорит, «Прости меня, извиняется». Тот говорит, «Я прощаю тебя». Он едет домой и ищет Господа. И Господь говорит ему, «Ты еще не примирился с Ним, это еще не по-настоящему было». Он опять едет к Нему. Господь продолжает работать с Ним, и это продолжается. Он все ездит к тому мужчине домой и извиняется. И Господь побуждает его смиряться. Наконец, Он еще раз едет к Нему домой. И Господь говорит, «Ты все еще не любишь Его. Ты до сих пор не ценишь в своем сердце то, кем Он был для тебя». И когда Гар приезжает туда снова, Шефферд выходит из дома и идет к Нему навстречу. И он говорит, что начал плакать. Он начал плакать, когда осознал, кем был этот человек в его жизни. Он увидел его. Так же, как Елисей увидел Илью, он увидел его. И он начал плакать. К Нему подошел Шефферд и обнял его. И что-то произошло в его душе. Что-то произошло. Это новое в Боге. В нем начала появляться вера. Его вера начала расти. Он начал верить о том, и так, что это ограничение сектанства, в котором он находился, начало оставлять его. Он вернулся домой, думая, вот оно приходит. Но Бог еще продолжал работать с ним. Он не был крещен Духом Святым. Он продолжал и продолжал трудиться, трудиться и прилагать усилия. И вот что сказал ему Господь. Он начал работать с другими его сторонами, с эгоистическими амбициями, устремлениями. Господь сказал ему, «Ты бы тянул вагон с углем, если бы я тебя об этом попросил? Ты бы хотел перестать быть пастором и не иметь такого положения вести людей? Ты бы захотел выполнять черную работу и быть работником, а не лидером, если бы я от тебя этого захотел?» И он боролся сам собой, он боролся. Но он так сильно жаждал, что был готов сделать что угодно, готов был нести любой крест, лишь бы получить у Господа то, что он ему пообещал. И это не было его выдумкой. Он не пытался заставить Бога что-то сделать. Он просто отвечал на Божий голос. Это существенная разница. И вот что произошло. Он прошел через это, наполнился Духом Святым, имел это волнующее переживание. Он был взволнован, он знал, что это будет начало нового служения. И это было так, но не так, как он это себе представлял. Господь говорил с ним и сказал, «Знаешь все эти вопросы, которые я тебе задавал?» Когда спрашивал, готов ли ты больше не быть лидером и не быть пастором этой церкви и тянуть вагон с углем? Он сказал, «Это не было лишь словами». Он сказал, «Я не хочу, чтобы ты был пастором этой церкви. Я хочу, чтобы ты пошел, я хочу, чтобы ты пошел, взял все собрание, отвел их в миссию на Азуза-стрит и подчинил их лидерству Уильяма Симура». Миссия на Азуза-стрит и пробуждение, которое началось там с нескольких людей, и если вы прочитаете исторические сведения с тех времен, оно началось с очень маленькой группы людей. А в июле уже говорили, что в Лос-Анджелес пришла Пятидесятница. И вот почему. Когда Альфред Гарр решил взять всю свою церковь и передать лидерство этой церкви, взял всех своих людей и перевел их в миссию на Азуза-стрит, вдруг началось что-то очень захватывающее. И это было не просто то, что делал Бог, это было то, как люди ответили на Его волю. И Гарр идет туда и передает Симуру свою церковь. Как вдруг миссия на Азуза-стрит становится пробуждением на Азуза-стрит. Там огромные толпы людей. Люди теперь приезжают отовсюду. Через три недели Гарр чувствует призвание ехать в Индию миссионерам. По сбору большого пожертвования его посылают туда. Он начал осуществлять самые потрясающие вещи. Я не буду слишком долго рассказывать об этом. Я просто скажу. Он был первым пятидесятническим миссионером в Индии. В то время Чарльз Пармит придумал это учение о том, что когда Дух Святой сходил на них, они получали миссионерские языки, как в Деянии 2 главе. И что они выходили и говорили на языках других народов, и те слышали Евангелие и откликались. И Гарру сказали, когда он получил крещение Духом Святым, и стал говорить на иных языках, что он говорил на бенгальском, которое было индийским диалектом, а его жена говорила на китайском. И они подумали, хорошо, Бог призвал нас в Индию и Китай. И они пересекают побережье, как рассказывал Рик. И они едут дальше в Индию, приезжают туда. И он обнаруживает, что абсолютно не говорит на индийском языке. И он нанимает переводчика и проповедует Евангелие. Он сказал, ой, мы ошиблись. И продолжает свой путь с силой Божьей. Он также... Нет, я не буду в это вдаваться. Он продолжает ездить в Китай, происходят потрясающие вещи, едет в Японию, там тоже у него был грандиозный успех. Но вот, что я вам хочу сказать. В 1920-е годы Бог посылает его вверх и вдоль западного побережья, и восточного побережья. И он насаждает 100 церквей за 8 лет. Это 96 месяцев. Это одна церковь в месяц, плюс 4 случайных церквей. Вот как он это делал. Он шел туда, где никого не знал. И он покупал кусок земли, или ставил палатку там, или еще что-то делал. И стоял, и проповедовал Евангелие. А люди толпами стояли вдалеке. Никто не шел на его собрание. Было всего 80 людей. И люди, наконец, подходили из любопытства. И что происходило, так это после одной и двух недель что-то происходило. Кто-то исцелялся, или происходило какое-нибудь чудо. У нас есть заголовки газетных статей, где говорится следующее. О чудесах исцеления рассказывают люди с исцелений по вере. Целители создают шум. Проповедник, который молится за исцеление, слушает, как другие рассказывают, как вера исцелила их болезни. Потрясающее исцеление по молитве проповедника рассказывают на собраниях тех, кто был исцелен. Это произошло на Бейкерсфилд, Калифорнии, Норсфолди-Вирджинии, Воригоне, Вашингтоне и других местах, в Калифорнии. Это не было его рекламным проспектом. Это светская пресса сообщала о чудесах. И они говорили так, «Такой-то и такой-то, живущий на этой улице, был исцелен этим человеком». И мы проверили на следующий день, тот мальчик до сих пор исцелен. Об этом сообщалось в газетах. И люди начинали стекаться отовсюду на собраниях, начинали спасаться, имели незабываемые встречи с Господом. Там, где было восемь-десять человек, теперь им было тысячи. Когда это происходило, то он оставался еще на две-три недели, находил самых сильных верующих, помогал им начать воскресные школы и церкви, и возникало четыре церкви в этом регионе. Люди приезжали отовсюду туда. И как только он достигал успеха, он передавал ее кому-то другому, ехал в другое незасеянное поле и начинал делать это снова. Что вы скажете о такой вере? Его не интересовало построить что-то успешное. Его интересовала возможность сухого, неплодородного места и реализации ее. Сто церквей за восемь лет, в двадцатые годы. Это было поистине необыкновенное время в нашей стране. Вот что сделал этот человек. И он сделал это удивительным образом. Он обладал такой духовной страстью, таким духовным голодом. Вы не поверите тому, что перенес этот парень, но он хотел это сделать, потому что верил, что есть что-то захватывающее и доступное в Боге. Вот что я думаю. Я думаю, что мы сейчас дожили до того времени, когда нам нужно служение Ильи. И мы вчера говорили об этом, что мы получим это таким же образом, как Елисей. И вот кое-что интересное. Я не сказал об этом вчера, но я скажу об этом сейчас. Первое чудо, которое сотворил Елисей, было следующее. Он идет в один город, и ему говорят там, «Послушай, мы живем в прекрасном городе, но у нас проблема. Земля неплодородная, и вода отравленная. Ее невозможно пить. У нас здесь смерть и неплодородие». Он сказал, «Принесите мне сосуд, положите туда соль». Бросил ее в воду, и Писание говорит следующее, что не было ни смерти, ни бесплодия в той земле до сего дня. Нам нужно исцеление земли. Нам нужно исцеление наших вод. Это самое первое чудо, которое сотворил Елисей, имея на себе двойное помазание Ильи. Второе чудо, которое он сотворил, тоже необычно. И я должен быть очень осторожным в этом, но это так важно. Писание говорит, что когда он сотворил это чудо, он пошел в Вифиль, в Вифиль, который является Домом Божьим. И когда он шел, сорок два маленьких ребенка выбежали из Вифиля и начали насмехаться над ним. И они говорили, «Иди, Плешивый, иди, Плешивый!» И я не представляю, что бы это значило. И говорится, что он оглянулся и проклял их именем Господнем. И когда он это сделал, говорится, что из леса вышли две медведицы и раздерзали из них сорок два ребенка. И я удивлялся всю жизнь этому стиху. Я спрашивал, зачем надо было так делать? Библия описывает Елисея как доброго, спокойного пророка. И если вы посмотрите, он был очень кротким, очень мягким. Когда он появился с милостью Ильи перед тем, как сотворить свое первое чудо, сыны пророков сказали ему, «Эй, мы все видели! Давайте пойдем поищем его! Мы пойдем посмотрим! Может быть, вихрь унес и поверк его на одной из гор! Пойдем поищем его!» Он говорит, «Не ходите!» Он ушел. Они сказали, «Ну, пожалуйста, пошли нас!» Он сказал, «Да не ходите! Вы не надо!» И сказано, что они надоедали ему, пока не наскучили. И он сказал, «Хорошо, идите!» И они пошли искали три дня, они нашли его. Пришли и сказали, «Мы не нашли его!» Он сказал, «Ну, я же говорил вам, не ходите!» Он был обаятельный, его легко можно было упросить, и он был добрым. Но когда он идет, и эти маленькие дети выбегают и смеются над авторитетом, он проклинает их. Я говорил, «Подожди, подожди!» Это просто настолько не вписывается сюда, настолько ему не соответствует. Вот что я думаю. Я только на этой неделе пришел к этому выводу. После того, как он исцелил ту землю, когда он идет к Дому Божьему, в Вифилю, он видит осмеяние старых молодыми. И он провел свою жизнь под чьим-то авторитетом. Он проводил свое время, служа кому-то, и подчиняясь его авторитету, его власти, признавая своего отца. И он проклинает бунт, чтобы с этим бунтом в Доме Божьем и осмеянием в Доме Божьем было раз и навсегда покончено. Я хочу быть предельно ясным, есть большая разница между Ветхим и Новым Заветом. И один из компонентов этого, это Ефесянам 6 глава. Наша борьба не против плоти и крови. Она не касается людей и проклятий людей. Это не является пророческим духом Нового Завета. Но о чем мы говорим, так это о духе служения Елисея, об этом двойном помазании Илии. И его дух — это способность разрушать насмешку и осмеяние в церкви. Мы отчаянно нуждаемся в этом. И я верю, что мы это получим посредством того чуда, которое произойдет не в конце жизни Елисея, но после его смерти. Писание говорит следующее. Оно говорит, что Елисей умер и его погребли. А затем говорится следующее. Весной... Это вчера был первый день весны? Или сегодня? Вчера. Весной моавитяне полчища моавитян пришли и совершили набеги на Израиль. И говорится, что кто-то испугался, когда погребали одного человека. Они погребали одного друга, который умер. И когда захватчики пришли весной, они испугались моавитян. Когда они несли этого человека, они бросили его во гроб, в котором находились кости Елисея. И когда человек коснулся костей Елисея, он ожил и встал на ноги свои и пошел. Но кости представляют собой вот что. Ваши кости содержат вашу суть, то, откуда приходит ваша жизнь, ваша ДНК, ваша кровь и все остальное. И я верю, что когда мы касаемся костей тех, кто шел до нас, кто имел эту страсть, то к нам тоже приходит пробуждение. Вы понимаете, о чем я говорю? И я хочу помолиться. Господь, я хочу попросить прямо сейчас во имя Иисуса, чтобы ты сильно коснулся наших сердец и нашего разума. Я прошу тебя, прямо сейчас во имя Иисуса, прошу тебя, это осмеяние, Господь, если есть в нас какой-то бунт или насмешка над авторитетом, мы просим, чтобы ты омыл от этого наши сердца, чтобы ты проклял этот корень в наших сердцах и в наших разумах. Господь, пройди над нами. И пусть то, что возникнет в нас, это будет почтение. Что возникнет в нас, будет почтением тех, кто прошел перед нами. Пусть то, что возникнет в наших сердцах и в нашем разуме, из наших уст, Господь, будет почтением тех, кто заплатил такую цену, которую нам трудно даже себе представить. Господь, мы хотим видеть это. Господь, захлестни наши сердца и наш разум, сдвигая все неверные фильтры, которые заставляют нас неверно видеть наших отцов в неверном свете. Господь, помоги нам ясно увидеть, Господь. Позволь нам увидеть их веру, увидеть кончину их жизни. Господь, позволь нам увидеть тех, кто прошел этот путь перед нами. И Господь, там, где мы видели, что мы мертвы, мы просим Тебя, чтобы, коснувшись их костей, чтобы что-то воскресло в нас, и мы встали. Господь, я прошу Тебя, вложи в каждое сердце надежду на сверхъестественное, чтобы было ожидание, волнующее ожидание того, когда мы станем способными коснуться этих мантик, Господь. Господь, я прошу, дай нам веру не смотреть на самих себя и на то, что мы сделали, там, где мы ощущаем себя неспособными, негодными. Господь, когда мы произносим эти неверные суждения, обвинения, эти насмешки, Господь, освободи нас от критикования самих себя и от духа критики, который удерживает нас от веры в то, что все эти вещи тоже возможны для нас. Он удерживает нас от веры в это, в невозможное. Господь не хочет, чтобы мы шли назад, чтобы мы душевно трудились над критикой самих себя. Он хочет, чтобы мы получили прощение, прощение за все, что вы думали, что сделали неправильно. Вы свободны, вы прощены. Господь, дай это чувство прощения. Господь, и злее это на нас прямо сейчас. И злее это, Господь. Помоги нам подойти к этой вере, к вере, которую мы ощущали все это время, Господь. Пусть эта вера появится в нас, Господь. Пусть эта сфера возможностей, эта надежда появится в нас. Господь, не позволь нам быть в плену осуждения, которое мы выносили в отношении прошлого поколения, Господь. Нам нужна надежда для этого поколения. Нам нужна необыкновенная вера. Прямо сейчас из нашего разума уходят определенные вещи. Ограничения уходят из нашего мышления. Я чувствую здесь помазание на разуме. Господь буквально сходит с Своим Духом, и Он перестраивает наше мышление. Вместо путей, которые приведут нас к сомнениям и неверию, приходят новые пути, которые дадут нам веру в невозможные, веру в невозможные ситуации. Мы благодарим Тебя за это, Бог. О, Боже мой, спасибо, Господь, Тебе. О, Боже мой, спасибо, Иисус. Это больше похоже на помазание Робина Макмиллана. Вот это да. О, Боже мой, Господь. Господь, установи в наших сердцах надежду для нашей страны, Господь. Пусть это сердце, пусть это вера. О, Господь, пусть это вера, необычайная вера и ведение, и надежда, и ожидание. О, Бог, я верю, что наши лучшие дни еще впереди, а не позади нас. Мы не стоим сейчас, веря, что то, что придет в это время, будет из-за нашей верности. Но, Бог, мы верим, что это все придет по Твоему божественному дару. Господь, мы верим, что это из-за Твоего сердца и по Твоей милости, не из-за нашей верности, Бог. Мы верим, мы верим. О, Господь, мы верим в это. О, сейчас спадают. Ограничения спадают с вашего разума. О, Он сейчас обновляет наши умы. Но я вам скажу, нам нужно над многим поразмыслить и позволить Господу работать с нами сегодня. Я знаю, что многие из вас на каждом собрании ощущали себя как Альфред Гарр, который возвращался к своему наставнику и думал, что этого достаточно. Но существует больше вопросов, более глубоких вопросов, и кажется, что они в каждом из нас. Давайте позволим Богу сделать это. Знаете, смеяться над властью — это ужасно. Смеяться над авторитетами. Но я думаю, что во всей Вселенной ни над кем не смеются больше, чем над самим Богом на нашей земле. Никто не заслуживает этого меньше, чем Он. И эти насмешки, осмеяния приходят в основном из-за того, как ведут себя Его люди. Наш Отец заслуживает лучшего. И почитать Его — значит стараться ходить Его путями, видеть Его славу и преображаться в Его образ. Он сейчас открывает все больше и больше, глубоко работает с нами. Пусть это произойдет сегодня. Уединитесь с Ним. Пусть Он работает с тем, с чем считает нужно в нас. Ведь это и есть увидеть Его в Его славе. Никто из нас не получает ничего от Бога, потому что заслуживает этого. Но мы получаем, потому что просим. И Иисус заплатил цену за нас, чтобы мы получили все преимущества Нового Завета. И Он хочет дать нам это. И это то, в чем мы хотим ходить. И я верю, что это и будет самым большим почтением, что в конце этого века выйдет невеста, которая будет без пятна и порока, потому что она так любит Его, не потому что она боится Его, что Он покарает ее, если на ней будет грязь. Нет, нет. Она так полюбит Его, что захочет быть совершенной для своего жениха, когда он придет. И, Господь, мы просим Тебя об этом. Отец, мы просим. Твой Сын Иисус в ночь перед распятием молился, чтобы любовь, которую Ты возлюбил Его, была в нас. И мы знаем, что молитвы Твоего Сына будут отвечены. И, Отец, мы просим Тебя об этом. Мы просим, чтобы Твоя любовь к Твоему Сыну была в нас. Единственное, что будет держать нас на правильном пути, это не просто выяснение того, как нам идти. Мы знаем, что это тоже нужно. Нам нужно знать истину. Но, Господь, мы знаем, что только тот, кто любит, никогда не перестанет. Отец, мы просим, чтобы Твоя любовь к Твоему Сыну Иисусу держала нас на правильном пути, чтобы мы тоже могли сделать то, о чем говорил апостол Павел, чтобы любовь Христова объяла нас, чтобы это было контролирующим фактором в нашей жизни. Отец, мы просим Тебя ответить на молитву Твоего Сына в нас, чтобы мы любили Его Твоей любовью. Пусть Твоя любовь и зальется обильно в наши сердца. Господь, мы хотим утвердиться. Мы верим, что нам были даны самые прекрасные, замечательные отцы, физические и духовные, потому что Ты знаешь нас, и все делаешь нам во благо, чтобы все содействовало нам ко благу. Но, Господь, мы хотим увидеть Тебя, и мы хотим по-настоящему почтить Тебя нашей жизнью. И когда мы уйдем отсюда, потому что мы живем достойно, потому что мы так сильно любим Тебя, помоги нам, Господь, пошли помощника, пошли Духа Святого, мы не можем сделать это своими силами. Пошли нам, помощника, нам нужна помощь. Но, Отец, дай нам Свою любовь к Твоему Сыну во имя Иисуса. Мы просим Тебя об этом. Аминь. Аминь. Нам очень нужны эти проповеди, чтобы смотреть их снова и снова. Он работает с нами. И я думаю, ланч уже готов. И не упустите возможность встретиться с теми, с кем вам нужно. Но больше всего давайте сегодня встретимся с Господом. Проведем время с Ним и приблизимся к Нему. И следующее собрание сегодня в 7.30. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok